Приветствуем вас, дорогие зрители, в последнем на этой неделе выпуске 3D News Daily с подборкой интересных новостей из мира высоких технологий. Пока владельцы яблочных устройств устанавливали финальную версию самой совершенной ОС и пытались рассмотреть это ее совершенство запеленной технических проблем, Apple по-тихому выкатила обновления для iTunes. Версия 12.3 совместима с iOS 9 и Mac OS X El Capitan. В новом медиаплеере улучшена поддержка VoiceOver и исправлены мелкие баги, но нас интересует не это. Первый с июля крупный апдейт ввел поддержку двухфакторной аутентификации. Этот метод защиты уже есть в iMessage и FaceTime, а также в iCloud. Судя по тому, сколько приложений и сервисов обзавелись этой функцией за последнее время, в памяти купертинцев явно свеж прошлогодний инцидент с утечкой откровенных фото знаменитостей. Hyundai и Volvo еще весной предложили владельцам автомобилей своего производства управлять некоторыми их функциями и системами с помощью приложения для умных часов. При помощи наручного гаджета можно не только завести двигатель и включить фары, но и, к примеру, вызвать службу помощи автомобилистам. Ford в это время занималась разработкой системы удаленного управления машиной и пропустила конкурентов вперед, но теперь решила наверстать упущенное. Обновив приложение MyFord, владельцы Apple Watch и часов на Android Wear смогут проверять через сносимое устройство, индикатор заряда аккумулятора, включать климатическую установку, блокировать и разблокировать дверные замки и определять местоположение автомобиля на стоянке. Есть и более изысканная особенность. Так называемый водительский ранг показывает, как хорошо вы водите, анализируя информацию о преодоленном расстоянии и оценивая рациональность изменения скорости. Подружить с умными часами можно Ford C-Max Energy, Ford Focus Electric и Ford Fusion Energy. Продолжение следует... Так что оригинальности маркетологам не занимать. Отделение работает не только над Google Glass, но и над другими портативными ПК. Новая ветка принадлежит Google и не является отдельной дочкой Alphabet. А у руля стоит Ivy Rose, которая отчитывается перед Тони Фаддалом. Новые очки по задумке будут лишены недостатков предшественника, из-за которых их пришлось снять с продажи. Но если решить проблемы с малым временем автономной работы, высокой ценой и возможной опасностью для зрения, может и удастся, то привести принципы функционирования устройства в соответствии с Конвенцией о защите прав человека задача на порядок сложнее. Впрочем, от предсказаний мы, пожалуй, воздержимся. Больше новостей ищите на 3dnews.ru и не забудьте подписаться на наш канал. До встречи, друзья! Субтитры подогнал «Симон»!